Фенилаланин – это незаменимая аминокислота, которая поступает в организм вместе с пищей и участвует в синтезе протеинов. Это соединение нужно для построения следующих веществ – тирозина, инсулина и меланина. Вещество используют в промышленных масштабах для медицинской и пищевой промышленности, особенно в изготовлении аспартама – сахарозаменителя, который содержится во многих продуктах – газировке, жевательной резинке, кетчупе и т.д. Ведутся исследования на тему эффективности фенилаланина в терапии ряда болезней. Каковы же функции этой аминокислоты? Молекула фенилаланина существует в двух формах – L-фенилаланин и D-фенилаланин. Они сходны, но имеют несколько другую структуру. L-форма содержится в еде, D-синтезирует для медицинских целей и пищевой промышленности. Существуют добавки D-L-фенилаланин. В них поровну содержатся обе формы аминокислоты. Организм не синтезирует эту аминокислоту, она попадает в него только вместе с едой или пищевыми добавками. Без фенилаланина невозможен синтез других веществ таких как Тирозин – аминокислота, которая содержится в протеинах, играет важную роль в производстве молекул других гормонов из этого списка. Адреналина и норадреналина – гормонов, отвечающих за реакцию на стресс. Дофамина выполняет функцию нейротрансмиттера, отвечает за передачу нервных импульсов по центральной нервной системе и активирует систему вознаграждения, что крайне важно для хорошего эмоционального самочувствия. Чувства радости, любви, удовольствия от учебы и работы связаны именно с этим гормоном. Проблемы с недостатком или нормальной работы этих веществ негативно сказываются на физическом и психическом здоровье. Поскольку фенилаланин играет ключевую роль в построении молекул этого вещества, он стал предметом изучения в терапии ряда заболеваний. Чем же полезен фенилаланин? Фенилаланин показал эффективность при лечении витилиго – болезни, связанной с уменьшением пигментации на отдельных участках кожи. В дополнительных исследованиях было выявлено, что добавление ультрафиолетового излучения к терапии фенилаланином восстанавливает пигментацию у людей, страдающих от этой болезни. Учитывая, что аминокислота участвует в синтезе дофамина, были предприняты попытки изучить ее эффективность в лечении депрессии. На данный момент не имеется достаточно данных, чтобы говорить о клинической достоверности. Но фенилаланин показал эффективность на маленьких выборках больных. Помимо витилиго и депрессии изучалось воздействие на Болевой синдром Д-форма аминокислоты повышает уровень естественных опиоидов, что обеспечивает обезболивание. Синдром дефицита внимания Проведенные исследования не выявили положительного влияния на терапию этой болезни. Алкогольная абсистенция Ряд исследований показывает, что фенилаланин наряду с другими аминокислотами облегчает синдром отмены при алкогольной зависимости. Болезнь Паркинсона Ограниченные данные свидетельствуют, что фенилаланин несет легкий терапевтический эффект, но его использование в качестве препарата второго ряда нецелесообразно из-за несовместимости с другими лекарствами от паркинсонизма. Терапевтический эффект фенилаланина еще изучен слабо, но уже сейчас можно говорить о положительном влиянии на некоторые болезни. Где же содержится фенилаланин? Многие продукты животного и растительного происхождения содержат фенилаланин. Из растительных продуктов наибольшее количество его в сое, орехах и семечках. Также он содержится в белках животного происхождения, а это у нас мясо, яйца и молоко. Для получения дневной нормы человеку нужно просто соблюдать сбалансированную диету, сохранять в рационе белковую пищу. Кому может навредить фенилаланин? Фенилаланин противопоказан при фенилкетонурии, это редкое наследственное заболевание, приводящее к нарушению метаболизма аминокислот. У таких людей фенилаланин просто не выводится из организма и оказывает токсическое действие на центральную нервную систему. Также не определены максимально безопасные дозы для детей, беременных и кормящих женщин, больных почечной или печеночной недостаточностью. На рынке есть огромное количество БАДов этой аминокислоты. По большей части, позитивные отзывы о ней оставляют люди, которые лечат средние и легкие депрессивные состояния. Также она помогает лучше сконцентрироваться, улучшает настроение и память и помогает при хронической усталости. В общем, от всех тягот нашего мира. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь с врачом-специалистом. Будьте здоровы, не болейте!